Доброе утро, дорогие друзья! Ну что ж, всё проходит. Это чудесное лето, которое нас так порадовало, которое принесло столько приятных моментов, столько красоты. Тоже проходит. Ну, единственное, что я хочу сказать, я-то вообще снимала каждый день. Ну, просто каждый день был настолько насыщен, настолько интересен, что просто не было времени всё выкладывать. Поэтому не обессудьте. Сентябрь я начну со старых роликов. Ах, друзья, посмотрите, какая живописная дорожка ведёт нас от калитки к дому. По обе стороны от неё группами высажены многолетники. Ну, совсем по-английски. Да и подобраны они не только по цветовой гамме, но и по срокам цветения, где цветения одних растений сменяются цветением других. То есть, кусок сада с непрерывным цветением. Сейчас в основном цветут флоксы, лилейники, рубеки. Но у них есть экземпляры, которые можно отнести к раннецветущим, познецветущим. Ну, а на подоконниках в кашпо высажены петунии, которые цветут всё лето. И всё лето сохраняют краски нашего плака. Триколор. Не надо забывать, что наши участки всего четыре сотки. И приходится тщательнее подходить к выбору цветочного оформления. Да, забыла сказать, что мы в гостях у хозяйки участка Елены. И она очень любит цинии, если говорить о летниках. Ой, боже мой, посмотрите, какие весёлые цинии. Прям вот такие воздушные. Ещё эта трава, я забываю, как она называется, в букет их ставят. И она даёт вот такую дымку какую-то, да, замечательную. И вот, смотрите, лилии. Ой, прекрасные лилии, очаровательные. Флоксы какие-то зацвели, какие-то ещё только зацветают. Видите, эти флоксы в бутонах. То есть и лилиям предстоит. Ну, вот такой вот сад, который постоянно то зацветает, то отцветает. Одни зацветают, другие. Настолько всё это красиво. Друзья, и нам очень повезло, сейчас цветут розы. Ой, посмотрите, какая красота. На одном стебле и жёлтая, и белая. И какие-то розы уже цвели. отцыния. Ой, посмотрите, какие розы. Какая красота. Вот, как вы считаете, это просто рай какой-то, да, на четырёх сотках. Не забывайте, друзья, что это всё создано на четырёх сотках. Вот эта потрясающая красота. настолько яркий сад. Вот мне он напоминает даже английский какой-то сад. Потому что настолько всё подобрано, красиво. домик такой с нейтральным цветом. На него в фоне так всё хорошо смотрится. В миксборде, как я уже сказала, много лилийников. И как же они красивы. И эти жёлтые с тёмно-бордовой серединкой. И эти розовые с гофрированными розовыми лепестками. Ну и, конечно, жёлтый цвет. Цвет солнца всегда поднимает настроение и заряжает нас энергией. Даже в самый пасмурный день. Ну и, конечно, дорожка привела нас к крылечку. Боже мой, какой красивый домик! Среди цветущих растений он кажется сказочным. И мне кажется, даже чем-то напоминает пряничный домик. И когда утром, летом выходишь на крылечко, то сердце, ну, сразу начинает радостно биться. Прекрасное настроение. А вот, кстати, здесь посажены мои любимые гортензии древовидные. Очень их люблю на участке. Главное, что здесь всё смотрится с любого уголка. Идеально. всё здесь меняется, меняется в течение лета. Красота, она не подвластна времени, она и хороша тем, что она скоротечна, потому что всё в мире так, и цветы нам напоминают об этом, чтобы мы ценили красоту вот этого дня, этой минуты. Это вот, да, замечательно. Лилии. А вот флоксы, видите, они только ещё будут зацветать, ещё бутоны стоят. Да. И вот на протяжении всего лета такая, такая красота. И посмотрите, как, не знаю, кустарник, по-моему, там на заднем плане вписывается сюда. Идеально. И разные даже листва тоже она обрамляет эту красоту. Сейчас мы посмотрим вход. Видите, по дорожке капитуни идёт, лилейники сейчас цветут. Всё такое красивое, яркое, сказочное, замечательно. А так, как наш СНТ существует очень давно, почти на каждом участке растут огромные старые деревья. И с этими тоже приходится считаться. Но вот здесь вы видите огромное вырослое. Ну вот, конечно, видите, и зона отдыха тоже под ёлкой. Во-первых, защищает от яркого солнца. Во-вторых, даже дождь можно здесь переждать. Вообще-то такой, если он не сильный, но сильный, конечно, уйти. И вот это настолько всё продумано, понимаете, потому что вот там, вы видите, берёза растёт, она тоже воду забирает. То есть вот как раз здесь и между берёзой и сосной придумана зона отдыха, которая вот эта вот с растениями многолетниками и с ёлкой подстриженной, вот с гвоздикой здесь, которая тоже любит расти. То есть, вот понимаете, вот эта вот продуманность очень важна. А тем более на участке, где не такая большая площадь. Я напоминаю, четыре сутки всего. Ёлочка такая, гном, небольшая, подушкообразная. тоже сюда вписывается замечательно. Вот такая вот красота. Вот хорошо мы успели, а то сейчас начинаются дожди. Конечно, я уже говорила, там другие зацветут растения, но всё равно самое такое, всё равно на любом участке в любое время бывает пик цветения. вот мне кажется, что сейчас как раз этот пик цветения и настал пока. Ну, а осенью уже, конечно, листва будет меняться. Вообще, потрясающе. Я вам уже говорила, как хорошо продуманы здесь зоны. вот посмотрите, кусочек тоже клумба не клумба, она окремлена с ёлкой, которую подстригают, и получается такой бордюр красивый. под ёлкой, сами знаете, под елью не всё может расти, поэтому здесь очень продуманно хорошо. Здесь как раз сделана такая клумба из как раз растений, которые любят в такой кислой среде могут и в полутине находиться. Но это, как вы видите, и бадан, и опять же ель, и много ещё каких интересных растений. Ну, а тут же всё же большую часть сада занимает огород. И здесь уже вотчина мужа Елены Стана. Когда-то в молодости Стан приехал в Россию из Югославии. Здесь же он женился, и у него уже сейчас взрослый сын. И вот он настолько полюбил свой сад, природу, ему так нравится копаться на огороде и даже делать заготовки на зиму. В этом году они даже купили новую теплицу. Но, несмотря на это, всё равно грядки занимают больше места. Дорогие друзья, и чего же здесь только нет, посмотрите. И земляника, ну, земляника и клубника, это почти у всех есть. Кусты смородины, малины, ну, тоже почти у всех. Но здесь есть и кукуруза, и фасоль, и ещё много-много всего. и на грядках, кроме любимого всеми огородниками тайгетиса или иначе бархатцев, которые борются с нематодами и другими нечистью на грядках. Кстати, служат и прекрасным чистящим организм человека своими цветами. Заваривать можно их в чай. на грядке здесь же посажены и петонии, и яркие сынии, так что и зона огорода превратилась в яркий уголок. Ну, а как же по-другому, если у нас всего четыре сотки? и здесь в самом живописном месте нашлось место даже для полянки для отдыха, ну, например, с шашлыками. Это уже второе место для отдыха, а первое, если вы помните, было под елью и, кстати, самое любимое, ну, здесь же и баньку вы видите, а в самом дальнем укромном уголке сада нашлось место и для хозяйственной зоны с сарайчиками с небольшими компостной кучей, с бочкой, где разводят удобрения. Кстати, забор на участке почти не виден, потому что по периметру он засажен черноплодной рябиной, кстати, самой вкусной и сладкой. Благодаря грамотному зонированию участка на четырех сотках сад выглядит намного больше, чем есть на самом деле. И здесь удалось очень много чего разместить, получают хозяева большой урожай и делают очень-очень до скорой встречи, дорогие друзья. А вам всем хорошего настроения. И спасибо, что были со мной и сопровождали меня в экскурсии по саду. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok